Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск. Сегодня» за режиссерским пультом Марии Новгородовой Николай Слепцов и микрофоноведущей Сергея Лана Антонова. Сегодня у нас очередной выпуск просветительского проекта «Доступное право», созданного по инициативе прокуратуры Республики Саха-Якутия в целях правового просвещения и правового информирования населения республики. Вот уже третий год предприниматели осуществляют свою деятельность в условиях пандемии, преодолевая ограничения и запреты, которые связаны с соблюдением санитарных требований. Как мы знаем, новые сложности обусловлены экономическими санкциями, которые применяются в отношении нашей страны. Поэтому сегодня мы поговорим о существующих мерах поддержки субъектов предпринимательства, соблюдении прав предпринимателей при осуществлении контроля надзора и изменениях законодательства в названных сферах. Итак, представлю гостей нашей студии. Это прокурор отдела по надзору за законностью правовых актов и соблюдением прав предпринимателей прокуратуры Республики, юрист третьего класса Анастасия Борисовна Луковцева. Здравствуйте. Здравствуйте. И заместитель министра по делам предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха-Якутия Максим Геннадьевич Карбышев. Здравствуйте. Здравствуйте. Дорогие друзья, напоминаю, что наша программа выходит одновременно на телевизионную и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 320066, 321166. Ну что же, мы начинаем наш разговор. И первый вопрос я хотела бы адресовать Анастасии Борисовне. Какие меры поддержки и преференции предоставляются нашим предпринимателям и каковы условия их получения? В настоящий момент действуют различные виды субсидирования, как на и федеральном уровне, так и на местном уровне. И в рамках действующей государственной программы по развитию предпринимательства и туризма в республике предусмотрены денежные средства в размере 6 и 7 миллионов миллиардов рублей. И меры поддержки в первую очередь оказываются Министерством предпринимательства и торговли и туризма, Центром мой бизнес, Фондом развития предпринимательства, Министерством сельского хозяйства и налоговыми службами. И также предоставляются субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства. То есть это какой-либо заявительный характер. То есть для того, чтобы получить субсидию, необходимо явиться с определенным пакетом документов, заявлением. И особое внимание как раз таки уделяется поддержке предпринимателей, которые заняты производством местной продукции на территории республики. А также в сфере туризма. И выделяются также микрозаймы и поручительства. То есть вот такие механизмы у нас работают в республике. И только в 2021 году оказаны поддержки на общую сумму свыше 800 миллионов рублей. И для того, чтобы получить вот эти данные меры поддержки, необходимо обратиться в... Игентичные критерии вообще устанавливаются для субъектов, да. Это субъект предпринимательства, он должен быть включен в перечень субъектов малого и среднего предпринимательства. Это раз. Не осуществлять в деятельной сфере игорного бизнеса. Также не осуществлять производство и реализацию алкогольной продукции, добычу, реализацию полезных ископаемых. То есть там есть определенный перечень тех, которые не могут получить субсидии. Хорошо. Максим Геннадьевич, какие еще меры по поддержке предпринимательской деятельности введены в последнее время в связи с введением экономических санкций против России? Да, это очень актуальное направление на сегодня. Здесь хотел бы я выделить три уровня поддержки. То есть есть федеральные меры поддержки, есть региональные и муниципальные. В частности, у нас в республике был при главе создан оперштаб по стабилизации экономики. Кроме того, на уровне заместителя председателя правительства Никифоровна Михайловича у нас действует оперштаб по работе с продовольственным рынком, обеспечению продовольственного рынка. Ну и есть соответствующий оперштаб из числа предпринимателей именно на уровне нашего министерства предпринимательства торговли и туризма. Основные задачи это как раз систематизация проблем и наработка мер, которые позволили бы бизнесу пройти эти сложные условия. Все предложения мы формируем в виде трех пакетов. Это, во-первых, пакет мер, предлагаемых на федеральный уровень, который требует принятия решения правительством, к примеру, Российской Федерации. Есть пакет мер, безусловно, наши республиканские, ну и предложения на муниципальный уровень. Здесь на уровне Российской Федерации уже три пакета мер поддержки бизнеса принято. Это в том числе есть и меры с инициативами, которых выступала наша республика. Сейчас в правительстве Российской Федерации уже обсуждается четвертый пакет антикризисных мер. Здесь хотелось бы выделить это регуляторные меры, это отмена проверок бизнеса, мораторий на проверки, это упрощение процедуры государственных закупок, это приостановка и инициирование дел о банкротстве субъектов малого и среднего предпринимательства, ну и продление лицензий, к примеру. Кроме того, есть отраслевые меры, которые бизнесу отдельных отраслей оказываются. Это бизнес сферы IT-технологий, к примеру, сферы строительства, жилищно-коммунального хозяйства, сельхозсферы и так далее. В части налоговых мер на уровне Российской Федерации принято решение об обнулении ставки налога на добавленную стоимость для отдельных направлений предпринимательской деятельности, это, к примеру, предприятия сферы туризма и общественного питания. Перенесен срок уплаты очередных платежей по упрощенной системе налогообложения на 6 месяцев. Есть реализовано по линии Центробанка Российской Федерации и всех банков России. Это кредитные каникулы по действующим кредитам и займам обязательно предоставляются. Введена программа льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства федеральными банками по ставкам от 13,5% до 15% годовых. Прорабатывается вопрос о льготном периоде для компаний, взявших кредиты с плавающей ставкой. Эквайринговые платежи значительно сокращены и их размер составляет не более 1%, тоже как льготная мера. Ну и грантовая поддержка молодых предпринимателей. На уровне республиканских мер хотелось бы отметить, это меры финансовой поддержки. Из резервного фонда правительства республики Сахай-Куте выделено 819 миллионов рублей на оказание льготной финансовой поддержки. Это льготные займы по линии фонда развития предпринимательства для предпринимателей различных отраслей. И льготные кредиты по линии нашего регионального Алмаз-Эргенбанка. Также кредитные каникулы введены для предпринимателей. В части налогов в текущем году на ближайшем заседании Госсобрания ЛТУМЭН будет принято решение о снижении ставок по упрощенной системе налогообложения до минимальных размеров. 1% дохода и 5% дохода минус расходы меньше невозможно. И также проведен мораторий на ввод уплаты налога на имущество с кадастровой стоимостью. Также на этот год он откладывается. Хотелось бы отметить и меры муниципальной поддержки. Многие муниципалитеты очень активно встали на защиту бизнеса и поддержку. Есть меры направленные также на льготное финансирование предприятий, занятых в сельском хозяйстве, в производстве местной продукции. Есть меры направленные на развитие семейной экономики, вплоть до раздачи домашних животных для ведения собственного хозяйства и самозанятости. Анастасия Борисовна, вот как раз таки по развитию сельского хозяйства какие меры поддержки планируются в текущем году? Вообще за прошлые 2 года прошедшие предпринимателям предоставлены гранты более 190 миллионов рублей. Всего предпринимателей я составила свыше 70. И поддержка в основном оказывается сельскохозяйственным кооперативом и фермерским хозяйством. И основной целью является как раз таки устойчивое развитие сельского хозяйства, реализация местной продукции, также как я уже отмечала, создание новых рабочих мест, ну и создание условий для содержания крупного рогатого скота и лошадей. И, например, вот у нас реализуется такая программа как Агро Стартап. Это возможность получить у государства субсидию на бизнес-свездной основе до 5 миллионов рублей от государства. И также, как и денежные, ну и другие меры поддержки, они предоставляются на условиях софинансирования. То есть 90% это составляет поддержка из государства, а 10% это как раз таки собственные ресурсы. Не менее 10% он должен будет как бы вложиться в это. И деньги выделяются как раз таки на конкурсной основе, там тоже пакет документов, там тоже заявительный характер. И по результатам конкурса там отбирается уже конкретный победитель. Да, и для того, чтобы как раз таки еще получить субсидию, необходимо представить проект, бизнес-проект. То есть это бизнес-план с отряжением сути проекта, экономического обоснования, сметы расходов, суммы собственных средств и так далее. И одними из условий получения грантов как раз таки является сохранение техники и поголовье сельхозживотных. Максим Геннадьевич, давайте рассмотрим, что у нас осуществляется в сфере туризма, какая помощь оказывается предпринимателям, которые работают в этой отрасли. Сколько у нас получателей и на какую сумму была оказана помощь в прошлом 2021 году? Вообще сфера туризма является одной из пострадавших отраслей, как в рамках пандемии, так и в рамках санкционного давления. Но в то же время мы видим возможности бизнеса в сфере туризма, это развитие внутреннего туризма как раз. И в принципе показатели показывают, ну дают нам знать, что значительного спада турпотока в республике не произошло. Он снизился, конечно, процентов на 30 по итогам с допандемийными годами, но все равно проявляется очень большой интерес к внутреннему туризму. И в этой связи мы разработали новые меры поддержки для предпринимателей. В частности, в прошлом году, в 2021 году мы предоставляли субсидии на строительство круглогодичных туристических домиков, туристических баз. Субсидии были предоставлены 16 субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму порядка 14,5 миллионов рублей. По итогам 2021 года 7 новых туристических домов и баз было уже открыто. И еще планируется 9 туристических баз, они откроются в текущем году. Условия конкурса такие условия предполагает. Аналогичный конкурс мы проведем и в текущем году. Конкурс планируем объявить уже где-то в начале лета, в июне месяце. Предприниматели смогут подать заявки. Как показал анализ документов по итогам конкурсной работы за прошлый год, основной причиной отказа у нас были несоответствия земельных участков назначению, потому что нельзя вести бизнес, строить туристические объекты на земельных участках, выделенных, к примеру, под индивидуальное жилищное строительство. То есть в основу конкурса мы все равно закладывали правовое регулирование целевого использования. Как правило, по данным субсидиям, именно такие нарушения со стороны предпринимателей были, и они приводили к отказам для получения мер. Кроме того, одной из мер у нас была в 2021 году реализована, это проведение классификации гостиниц, которые обязательно с этого года. На эти цели у нас было выделено 150 тысяч рублей, и 8 предпринимателей получили поддержку. Ну и отдельно у нас услуги наших институтов развития по финансовой поддержке предпринимателей, конечно, есть. Хорошо, дорогие друзья, сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. Документы Печати собраны, печати расставлены, остались формальности. Я верю, моя мечта уже в моих руках. Но ничего, за мечту стоит побороться. Принесу новые документы, поставлю еще печати, и еще документы, и еще печати. Устал я бороться за свою учту, проиграл я эту схватку с чиновниками. А ведь не зря я так долго боролся. Вот же она помощь. Силы моей больше нет. Если мечта настоящая, она обязательно сбудется. Главное – надеяться не только на себя, но и законы изучать. А чиновника того я все-таки позову на новоселье, чтобы знал, какую мечту он едва не загубил. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. И сегодня у нас очередной выпуск просветительского проекта «Доступные права», созданного по инициативе прокуратуры Республики Саха Якутия. И сегодня мы говорим о поддержке и правах предпринимателей. Напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66 32 11 66. Итак, мы продолжаем наш разговор. Максим Геннадьевич, какие меры поддержки предоставляются министерствам и подведомственными организациями в рамках реализации национального проекта? Значит, основные институты, которые совместно с нашим министерством работают в рамках нацпроекта, это «Центр мой бизнес» и также «Фонд развития предпринимательства Республики Саха Якутия». Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» реализуется у нас в Республике с 2018 года и состоит из трех основных региональных проектов. Это региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». Он нацелен на поддержку уже действующего бизнеса, его выращивание, акселерация, само на себя говорят. Здесь основные участники реализации этого проекта – это Министерство предпринимательства, Министерство сельского хозяйства Республики, Министерство инноваций и Министерство внешних связей Республики Саха Якутия. Также оказываются услуги экспортно-ориентированным предпринимателям по линии «Центра поддержки и экспорта нашей Республики». Второй региональный проект – это создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса. Он направлен на поддержку начинающих предпринимателей и вовлечение в предпринимательскую деятельность населения и молодежи. Здесь основной оператор этого проекта – это наше Министерство предпринимательства торговли и туризма. Здесь включены такие мероприятия, как информационно-консультационные, образовательные услуги для потенциальных начинающих предпринимателей, а также поддержка молодых предпринимателей. Вот с этого года изменения произошли и предпринимателей, занятых в социальной сфере. И третий региональный проект – это создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами. Он направлен на вовлечение в самозанятость и поддержку самозанятых граждан. Этот проект в республике у нас реализуется с 2020 года, когда был уже введен режим самозанятых. Хотелось бы отметить, что население достаточно активно этот режим у нас использует. На сегодня у нас порядка 19 тысяч самозанятых граждан, которые ведут ту или иную деятельность предпринимательства. А каким образом организована работа по предоставлению мер имущественной и консультационной поддержки? Куда для этого нужно обратиться? Основным институтом у нас, который оказывает данный комплекс услуг – это центр «Мой бизнес». Здесь бы хотелось бы отметить, что головной офис центра у нас находится в городе Якутске. И также функционируют 19 центров оказания услуг на территории муниципальных образований. Этот проект реализуется в рамках нацпроекта, именно создания сети центра «Мой бизнес». И полностью сопровождается Министерством экономики Российской Федерации и нашим министерством. Центр оказания услуг «Мой бизнес» – это, по сути, единые входные ворота для любого человека, которого интересуют вопросы предпринимательства. Там могут оказать ему любые консультационные услуги, связанные с началом, введением бизнеса, реорганизацией бизнеса, получением мер государственной либо муниципальной поддержки. Безусловно, образовательные проекты реализуются центром «Мой бизнес», а также оказываются различные комплексные услуги по сопровождению тех или иных видов предпринимательской деятельности. К примеру, за прошлый год услугами центра «Мой бизнес» воспользовалось более 30 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан. Образовательные мероприятия посетили более 5 тысяч человек. Имущественная поддержка, которая оказывается также на базе центра «Мой бизнес», она представлена сектором бизнес-инкубирования. У нас в республике действует 17 бизнес-инкубаторов, 2 из них государственные, это в городе Якутске и в городе Неренгри, а остальные 15 находятся в муниципальной собственности и оказывают услуги бизнес-инкубирования именно для начинающих предпринимателей. Кроме того, любой предприниматель может воспользоваться льготной арендой государственного или муниципального имущества, включенный в соответствующий реестр. Здесь мы активно сотрудничаем вместе с нашими муниципалитетами и Министерством имущественных и земельных отношений. Такой реестр у нас есть, и он размещен на портале. И здесь хотелось бы, безусловно, отметить основные источники информации для бизнеса. У нас есть телефон горячей линии для предпринимателей, 8 800 100 ровно 58 80. Позвонив в рабочее время, можно получить любую консультацию по вопросам ведения бизнеса от специалистов Центра Мой Бизнес. И также наш интернет-источник — это портал .b14.ru. Это портал малого и среднего предпринимательства Республики Сахай-Куте. — Дорогие друзья, напоминаем, что мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66, 32 11 66. Сегодня у нас очередной выпуск просветительского проекта «Доступное право», который создан по инициативе прокуратуры нашей Республики. И сегодня мы говорим о поддержке и правах предпринимателей. Пожалуйста, если у вас есть вопросы к моим собеседникам, то звоните и принимайте участие в нашем разговоре. А мне вот интересна судьба тех субъектов предпринимательства, которые заняты в социальной сфере. Вот здесь каким образом их, скажем, поддерживают? — Да, государство сейчас ведет отдельный реестр. Есть такое понятие — реестр социального предпринимательства. Этот реестр ведет федеральная налоговая служба, формирует же его органы власти, которые закреплены заведением бизнеса в нашей Республике, и его формирует наше министерство. Здесь хотелось бы отметить, что бизнес достаточно активно в этом процессе тоже у нас участвует. На сегодняшний момент в Республике сформирован реестр социальных предпринимателей. Туда входит 108 субъектов малого и среднего предпринимательства. И как раз вовремя сейчас можно войти в этот реестр. До 30 апреля мы проводим заявительную кампанию среди предпринимателей, которые впервые хотят войти в этот реестр, либо подтвердить свой статус социального бизнеса. Что дает им это? Во-первых, есть определенные преференции, как для социальных предпринимателей. В частности, есть отдельные меры государственной финансовой поддержки. К примеру, в рамках национального проекта субъекты малого и среднего предпринимательства, которые входят в этот реестр, могут получить грантовую финансовую поддержку на реализацию своего проекта. Размер гранта составляет 500 тысяч рублей, а для предпринимателей, которые ведут свою деятельность на территории арктических районов, до 1 миллиона рублей. С этого года Минэкономразвития Российской Федерации и правительством Российской Федерации соцгранты расширены, теперь ими могут воспользоваться и молодые предприниматели в возрасте до 25 лет. Мы же со своей стороны, выдав любую финансовую поддержку, у нас есть определенные требования потом уже к заявителям-получателям поддержки, они должны нам предоставить своевременно отчет. Основные показатели, которые закладывается в этот отчет, это, безусловно, сохранение бизнеса, сохранение либо создание новых рабочих мест. Сейчас в рамках кризиса это самое главное целеполагание. Главное, чтобы бизнес сохранил свои рабочие места. И такая отчетная кампания у нас ведется. То есть мы методом отчетов проверяем, как наши получатели осуществляют ли в дальнейшем свою деятельность, либо есть какие-то сложности. Ну и также социальные предприниматели могут у нас получить отдельные, в том числе и комплексные услуги по линии нашего центра «Мой бизнес». Я считаю, что это действительно очень хорошая возможность для наших предпринимателей войти в реестр социальных предпринимателей. Напомним, что до 30-го числа, вы сказали, можно успеть войти в этот специальный реестр. А давайте теперь поговорим о самозанятых. Вы сказали, что в последнее время у нас их количество таких людей увеличивается. Да, самозанятый, очень интересный проект. Мы очень долго боялись в республике его внедрять, что может быть какое-то негативное отторжение. На самом деле население очень позитивно его встретило. И на сегодняшний момент мы наблюдаем порядка 19 тысяч самозанятых. Если посмотреть в целом рейтинги на территории Российской Федерации, мы где-то в золотой середине по России находимся, исходя из доли самозанятых на экономически активное население. Это очень хорошо. Да. И в рамках федерального законодательства внесены изменения. Все самозанятые граждане, которые ведут законную свою деятельность, они приравниваются к субъектам малого и среднего предпринимательства и на равных условиях могут получать всю государственную либо муниципальную поддержку. Это и образовательную, консультационную, имущественную и, безусловно, финансовую поддержку. Самозанятым быть очень выгодно. Минимальные налоговые ставки, отсутствие какой-либо отчетности, отсутствие расходов на приобретение тех же кассовых аппаратов. Достаточно в свой мобильный телефон скачать мобильное приложение, зарегистрироваться и автоматически даже у тебя будет происходить списание ваших налоговых отчислений. То есть это очень удобно с точки зрения ведения деятельности. И главное, что никаких претензий к этому человеку не будет со стороны контрольно-надзорных органов. Хорошо. Хорошо. Хотелось бы узнать более подробную информацию о тех людях, которые заняты сферой IT. Вот говорится в последнее время, что государство оказывает им очень хорошую поддержку. Да, действительно, сфера IT в рамках последних санкционных решений правительств других стран, она очень пострадала, потому что сфера IT не имеет границ. Да, и она, как правило, это международный бизнес. И, конечно же, сейчас государство, Российская Федерация очень активно поддерживает IT-технологии. Это необходимо для того, чтобы и создать свои продукты отечественные. И, безусловно, это нацелено на то, чтобы удержать свои кадры, чтобы они не уехали за границу работать. И здесь особый комплекс мер был принят правительством Российской Федерации, который как раз направлен на поддержку IT-сферы. Это и налоговые меры. К примеру, все IT-компании, которые прошли соответствующую аккредитацию, полностью освобождаются от уплаты налога на прибыль до 2024 года. Это льготные кредиты по ставке до 3% годовых. Это мораторий также на проверки IT-компаний, выделение средств на повышение и оплату зарплаты сотрудников IT-компаний. То есть государство даже идет на это. У нас в республике это предполагается льготное финансирование IT-компаний. Хорошо, дорогие друзья, сейчас мы вновь прервемся на небольшую рекламную паузу. Оставайтесь с нами. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Сегодня у нас очередной выпуск просветительского проекта «Доступное право», созданного по инициативе прокуратуры Республики Саха Якутия. И сегодня мы говорим о поддержке и правах предпринимателей. Напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 320066, 321166. Пожалуйста, звоните и принимайте участие в нашем разговоре. И мы переходим к не менее важной теме. У нас телефонный звонок, давайте его примем, послушаем. Алло, добрый день. Слушаем вас. Ага, из города Якутска, Гаврил меня зовут. Так, я, то есть, занимаюсь вот пошивом унтов, там, то есть, ну, готовую унту выпускаю, то есть, да, и продаю. Как бы, я могу ли, то есть, хотел расшириться, да, в нынче, а вот, ну, что-то не получилось, вот всё повысилось. И это, могу ли я рассчитывать на что-нибудь, то есть, как бы, там, кредит или что, или, как правильно сказать-то. На поддержку со стороны, да? Ну, да. Нашему министерству, может быть. Да, добрый день, уважаемый Гаврил. Вы как индивидуальный предприниматель зарегистрированный или самозанятый? Так, он уже положил трубку. Ну, вот здесь есть определенные нюансы, то есть, всё-таки, меры государственной поддержки, безусловно, они оказываются именно субъектом малого и среднего предпринимательства или самозанятым гражданам. Если вот наш участник эфира, он имеет статус, то есть, официально зарегистрирован, то, безусловно, он может принимать, получать меры государственной финансовой поддержки. Предприятие, сфера деятельности его, она подходит у нас под местное производство, под производство народно-художественных промыслов, и именно производители этих сфер у нас могут получать займы, льготные займы под 6% годовых по линии фонда развития предпринимательства, размер займа до 5 миллионов рублей на срок до 5 лет. Кроме того, если это самозанятый гражданин, там у нас есть отдельные продукты по линии фонда для самозанятых граждан, там ещё более низкая ставка кредита идёт. Ну и отдельные у нас услуги для предпринимателей, занятых в народно-художественных промыслах, это по линии центра «Мой бизнес», это натуральные услуги, скажем, да, не финансовые. Это мероприятия направлены на разработку и брендирование упаковки продукции, её продвижение, и здесь хотелось бы отметить, если этот предприниматель такой достаточно серийным производством занимается, то здесь есть возможность разместить свою продукцию бесплатно на электронной торговой площадке «Маркетплейс», сделанной в Якутии. Такой проект мы реализовали, начиная с 2020 года, его сопровождаем, центр «Мой бизнес» помогает, то есть можно выставлять свою продукцию на любом «Маркетплейсе» и продавать, таким образом продвигается местная продукция и увеличивается объёмы продаж, конечно. Действительно, это здорово. Анастасия Борисовна, давайте перейдём к не менее важной теме, это контрольно-надзорная деятельность, проверка бизнеса. Какая работа проведена за прошедший период, на что необходимо обратить внимание предпринимателям для защиты своих прав? Ну, вообще, работа по защите прав от шрезмерного административного давления находится у нас на особым контроле. И на 2022 год у нас исключено около даже более 1000 плановых проверок контрольных надзорных органов, которые поступали к нам на согласование. А также более 70% мы выдали отказы в согласовании вне плановой проверки. Это чаще всего поступающие заявления о согласовании по жалобам, которые поступают от граждан. Чаще всего отказываем мы по основаниям, по различным основаниям. Это прежде всего несоответствие бланка решения, проведение проверки соответствующим требованиям, отсутствие документов, отсутствие оснований для проведения проверки. Как раз-таки новый федеральный закон, 248-м, так его назовем, он действует параллельно с 294-м федеральным законом. И ряд видов контроля также остается регламентированным именно 294-м. И с 1 января текущего года региональные виды контроля и муниципальный контроль перешли под действие нового закона. То есть все у нас теперь в рамках 248-го федерального закона действует. Все проверки, все контрольно-надзорные мероприятия. И важно знать, что объектами контроля теперь является не только деятельность хозяйствующих субъектов, но и граждан. И в качестве контрольных объектов выступают и граждане, и хозяйствующие субъекты, и производственные объекты. То есть это здания, могут быть земельные участки, могут быть помещения. Хорошо. А в условиях сложной экономической ситуации будут ли проводиться проверки? Я думаю, этот вопрос многих поможет. Сейчас, насколько заинтересованные все знают, что принято постановление правительства номер 336 от 10 марта 2022 года, который вводит мораторий на проведение плановых проверок, а также внеплановых. То есть за определенным рядом исключений все проверки согласуются с органами прокуратуры. Это прежде всего проверки по заявлениям граждан при угрозе причинения вреда или ущерба, либо жизни и здоровью граждан. Также это угрожающие обороне и безопасности страны, возникновение нечрезвычайных ситуаций, нарушение на опасных производственных объектов, ну и иных. То есть весь перечень предусмотрен как раз таки постановлением правительства. Без согласования это по поручениям президента, по поручениям председателя правительства, ну и так далее. То есть весь перечень определен именно вот в этом нашем постановлении правительства, который есть в открытом доступе, в консультанте, с которым можно ознакомиться. Продолжены будут проверки распотребнадзора в рамках санитарно-эпидемиологического надзора и в рамках пожарного надзора, то есть это пожарнадзор. То есть это самые необходимые, самые актуальные. И объектами контроля как раз таки могут являться только школы, социальные учреждения, детские сады, перинатальные центры и иные социальные организации. К исключениям также относятся деятельность Ростехнадзора и Ростехнадзора в части содержания и разведения убоя свиней. Хорошо. Если проверка все-таки неминуема, то каким образом осуществляется уведомление о проведении проверки? Уведомления направляются контрольно-надзорными органами по электронной почте. Если это индивидуальный предприниматель, то уведомления направляются через государственные госуслуги, приложения, мобильные приложения существуют у нас, и там по этой же схеме отправляются уведомления. А если это юридическое лицо, хозяйствующий субъект, то на электронную почту. Хорошо. А вот как предприниматель может подготовиться к проверке, если он получил вот такое уведомление? Прежде всего нужно смотреть на предмет и объект проверки. Это чаще всего закрытый перечень. И проверяемое лицо должно подготовиться к НЭМе из контрольно-надзорного мероприятия, исходя из перечня нормативных правовых актов, которые будут истребованы органом контроля, и предметом которого он и является. Что делать, если предприниматель, например, не согласен с принятым решением и определенными выводами, которые сделал соответствующий орган? Предусмотрена процедура обжалования. То есть законодателям предусмотрена возможность обжалования в результатах проверок, проведенных контрольно-надзорным органом, при обязательном соблюдении досудебного порядка регулирования. Предприниматель также может обратиться к вышестоящему органу контроля с жалобой на действие или принятые решения по результатам контрольно-надзорного мероприятия. И вышестоящий орган обязан рассмотреть данную жалобу и принять какое-либо решение. А также проверяемое лицо может обратиться в органы прокуратуры или в суд. Хорошо. Несмотря на трудности, мы знаем, что продолжается предпринимательская деятельность, которая осуществляется субъектами бизнеса. Расскажите, пожалуйста, о состоянии законности в сфере защиты прав предпринимателей и инвесторов в нашей республике. Несмотря на последствия пандемийного нашего года, 2020-го, по сравнению с 2020-м годом, как раз-таки увеличилось количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 2000, то есть с 38 до 40. И это без учета самозанятых граждан. И органами прокуратуры совместно с органами власти, органами местного самоправления продолжается работа по формированию благоприятного климата в регионе. И в республике оказаны мер поддержки на сумму свыше 9 миллиардов рублей более чем 20 тысяч предпринимателей. Регион входит у нас в число 10 субъектов Российской Федерации с лучшим инвестиционным климатом. Наблюдается снижение административного давления на субъекты предпринимательства. И также в минувшем году вмешательство прокурора способствовало погашению задолженности по исполненным публичным контрактам на сумму свыше 670 миллионов рублей и перед 350 предпринимателями. Отменены результаты 13 проверок в отношении бизнеса. А из плана проверок на 2020 год, 2022 год исключено более 1 тысячи плановых контрольно-надзорных мероприятий. — Хорошо. Максим Геннадьевич, вот такой вопрос, который, я думаю, волнует многих предпринимателей, особенно тех, кто делает первые шаги в бизнесе. По каким основаниям обычно отказывают предприниматели в получении поддержки? — Основные причины отказа, как правило, это либо неполный пакет документов, либо есть у нас ограничения в соответствии с 209-м федеральным законом. То есть ведется подакцизная деятельность, к примеру, это отказы. Ведется деятельность по видам деятельности, не подпадающим под данные механизма поддержки. Но и в основном это все-таки неполные пакеты документов. В настоящий момент сегодня есть отказы у нас и по наличию задолженности по уплачиваемым налогам в бюджет Российской Федерации. Здесь все-таки хотелось бы нацелить предпринимателей на своевременную и качественную подготовку необходимого пакета. Всю информацию о конкурсах, о пакете необходимых документов, подаваемых для получения государственной поддержки, хотелось бы отметить, они могут посмотреть на портале малого и среднего предпринимательства. Кроме того, сотрудники нашего центра «Мой бизнес» оказывают полную поддержку и помощь в подготовке необходимых документов. Именно для подачи документов не нужно ехать в Якутск, идти в Министерство предпринимательства. Достаточно обратиться в ближайший центр «Мой бизнес», где у вас полностью примут весь пакет документов, независимо от того, где вы ведете свою деятельность. Что же, я благодарю вас за очень содержательный и актуальный для всех нас разговор. Это была программа «Якутск. Сегодня» и очередной выпуск просветительского проекта «Доступное право», который создан по инициативе прокуратуры нашей республики. Ну что же, это была программа «Якутск. Сегодня» повторюсь и провела передачу редактор Сергея Антонова. Всего вам самого доброго и до свидания, до следующих встреч.